26 марта Энергодар посетила делегация, в состав которой вошли депутаты и работники Ивановского и Новоднепровского сельских советов. Приехали они по приглашению информационного центра Запорожской АЭС с понятной целью познакомить представителей близлежащих населенных пунктов с атомной станцией, донести информацию о том, как на сегодняшний день производится электроэнергия. Села, которые соседствуют с Энергодаром, это довольно крупные и развитые населенные пункты, но информацию, как правило, их жители черпают из общественных СМИ. Чтобы исключить догадки и слухи, специалисты станции провели для гостей обширную экскурсию и рассказали о достоверном состоянии дел на Запорожской атомной станции. Подобные мероприятия проводятся довольно часто. Все желающие посетить атомную станцию, либо получить конкретную информацию о степени безопасности и экологической стороне, могут сделать это в информационном центре. Это многолетняя положительная практика. Подобные встречи проводятся с целью, чтобы предоставить как можно больше правдивой и достоверной информации всем жителям зоны расположения Порожской атомной станции, о том, что наша станция абсолютно безопасна как с технической, так и с экологической точки зрения, и что делается для того, чтобы она приносила как можно больше пользы для народа и государства. Мы для того и существуем, чтобы выдавать людям достоверную, полноценную информацию. Программа «Пребывание» включала лекцию в информационном центре, где гостям рассказали, что такое атом, как устроен атомный блок, как он работает, о системах безопасности, о всех видах контроля и другое. Человеку, не связанному силу профессии с атомной энергетикой, на самом деле сложно понять все это и нужно отдать должное специалистам информационного центра, которым удается доступно и просто рассказывать о высокотехнологичном производстве. После лекции гости отправились на станцию. Там посетили тренажер аналог третьего блока и увидели, в каких условиях и на каком оборудовании ведется управление блоками. Ну и, пожалуй, самым наглядным и интересным для представителей соседних сел стало посещение первого энергоблока. Они побывали в марш-зале и, как любого человека, который впервые оказывается на атомной станции, гостей поразила масштабность и габариты оборудования. Ну, экскурсия очень, понятно, очень эффективная такая. Ну, вот теперь мы очень много нового узнали. Потому что, знаете, как в селе, ой, как выбросы на атомной были, вот теперь мы знаем, что никаких выбросов здесь не может быть. И мы очень будем всем людям тем объяснять, что это очень надежная атомная станция, что мы будем жить спокойно. Вам все было понятно? Все понятно, все понятно, все очень хорошо. Спасибо. Ну, больше всего удивило, чем не удивило. Вот, как нам рассказывали, мы действительно думали, не дай бог, вот самолеты начнут к нам летать и смогут взорвать. Когда нам объяснили, даже такой нужен взрыв, что их самолеты не поднимут, и мы находимся в безопасности. Так что мы рады. Веренность. Да, 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 и будем теперь всем рассказать, что у нас все отлично. После обзорной экскурсии на станцию гости встретились с главным специалистом станции по продлению сроков эксплуатации Владимиром Ивановым. Он рассказал о той кропотливой огромной работе, которая ведется на Запорожской АЭС, чтобы продлить жизнь энергоблоков. Представители из Ивановки и Новоднепровки пообщались со специалистами информационного центра, благодарили за экскурсию и приглашали с ответным визитом к себе.